Нижний Новгород, как обычно по вторникам, на проспекте Гагарина проживает цепочка в защиту парка Швейцария от того проекта благоустройства, который сейчас там пытаются совершить. Сегодня 2 часа дня. Члены попечительского совета парка Швейцария, активисты, жители Нижнего Новгорода были допущены в парк, чтобы провести общественный контроль. 3 часа мы ходили по парку, активатика вела прямую трансляцию. С активистами непосредственно в диалоге был представитель застройщиков ЕКС, акционерного общества, отвечал на вопросы. Очень много было вопросов, начиная от того, что же будет с дорогой из клинкерного кирпича на такой особый кирпич, представляющий историческую ценность, до вопросов о том, зачем же строить на территории парка Швейцария Центр по социальной реабилитации, так называемый инвадром в форме кляксы, что такое объекты капитального строительства, что такое объекты временного строительства. В Нижнем Новгороде под вечер выпал снег, запорошила зеленую травку на нашей стороне, ну и парк Швейцария, конечно же, тоже, на берегу и стоят такие выньи. Люди утеплились, в шапках, в куртках. Давайте посмотрим сегодня, сколько людей пришло. По счету это уже 14-я цепочка. 12-я была посвящена Ирине Славиной, нижегородской журналистке, которая совершила акцию на сожжение 2 октября. И снова здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Вот он, маленький. Как без него плохо-то оказывается. Нам с ним было хорошо. Спасибо тебе большое. Не, правда, это как без рук, честное слово. Рады тебя видеть. Здравствуй. Здравствуй. Нижний Новгород под вечер исполнится погода. Выпал первый снег. Сегодня был общественный рейд в парке Швейцарии. Там тоже было по колено грязи. В Нижнем Новгороде проходит 14-я пожилая цепочка в защиту парка. Люди снова выстраиваются на проспекте Гагарина с фонариками в руках, с телефонами. Цепочка традиционно начинается в 7 часов вечера. Люди стоят около часа. Стоять так близко к краю заснеженного участка уже опасно. По дороге бегут грязные ручьи. Поэтому скоро это белое пространство, и все снова будет либо растает, либо будет залито брызгами. Вот такая маленькая пока что цепочка, но люди подходят, и к 8 часам, думаю, будет больше. Человеку 20-25, наверное, я сейчас в цепочке присутствую. Здравствуйте. А это уже какая-то, да? 14-я цепочка? 14-я или 13-я? Нет, 13-я была. 14-я. 14-я. Спасибо. В четвертый месяц ждем ответа губернатора. В четвертый месяц? Нет. То есть где-то... Нет, с губернатором ждем третий месяц. В четвертый месяц стоим. А какой вопрос задали губернатору? Так не мой вопрос задали, это он пообещал... А, он пообещал. ...поговорить с защитниками пастора на языке фактов и цифр. Так. И он собрали факты и цифры, ждем нет губернатора. А вы с ним через инстаграм списывались? Нет, мы не списывались. У него был прямой эфир, наверное, на котором он как раз и пообещал, что вот, стоят там у парка. Ну, знает он, да, как бы, в курсе? Конечно, знает. Спрашивают, чего этим стоянием пытаются добиться? Пытаются привлечь внимание жителей, внимание чиновников к беспределу, который происходит сейчас вот за этим баннером, в котором закрыт весь парк. На территории парка идет не благоустройство, а застройка фактически. Идет нарушение экологического законодательства областного, нарушение законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, потому что парк от объектов культурного наследия и зеленый массив парка – это предмет охраны памятника культурного наследия. Соответственно, вот этому предмету охраны зеленого массива сейчас наносится непоправимый ущерб, потому что десятки километров траншей роются прямо по корням деревьев. Нарушение действующих правил благоустройства, когда нужно отступать 2 метра сквала дерева, чтобы хоть как-то его сохранить и минимально повредить. Все эти траншеи бесчисленные, просто бесчисленные, важно избыть вдоль и поперек. Каким-то невероятным количеством траншей под коммуникацией. Большая часть этих траншеев процентов 8, наверное, проложено нарушение норм. По корням деревьев, с обрубкой корней. Вот эти деревья возрастные, простоят недолго. А хочется сохранить и парк, и его рекреационную функцию. Хочется сохранить парк, потому что для жителей прилегающих районов, этот парк – единственное место, где можно было отдохнуть в тишине и в более-менее нормальном воздухе. Потому что вот здесь, на проспекте, Гагарина решать невозможно. И жить здесь достаточно трудно и неприятно, потому что воздух очень подготовленный. Из-за проспекта здесь большегрузы, разрешено движение большегрузов. Такая магистраль, прям очень красивая. 8 полос. Да. Соответственно, вот этот парк, он был и хитром, и барьером, и местом, где можно было помешать и отдохнуть. Ну и вообще, мы за то, чтобы соблюдался закон. Мы не вознесли, потому что нам суды не нравятся. Нам, конечно, не нравятся нарушения законов. Изгонирование мнения жителей. На всех публичных слушателей жители однозначно высказали за сохранение парков. Против того, что проектировщик нарисовал, против того, что парк превращает в этот длинный протяженный парк, превращается в такую нарезку на зоны, на массу каких-то площадок, спортивных, детских, на строительство большого количества объектов, которые не должны быть в парке. Они не соответствуют реферационной функции парка, они не соответствуют... Ну, то есть, у парка две функции основные. Первая – реферационная, это место, где люди отдыхают. Вторая – оздоровительная. То есть, ну, какие-то спортивные сооружения, спортивные положения. Ну, вот сегодня, да, на общественном рейде очень многие сожалели, что перекопаны все лыжные трассы, которые были до этого. Ну, да, ну, да, то есть, фарк, он уже длинный, он 3,5 километра, он такой вытянул, то есть длинная полосочка, да, вдоль Овского берега. То есть, жители зимой активно использовали его именно по всей длине для того, чтобы заниматься ходьбой на лыжах, бегом, да. А сейчас он будет вот здесь так, на зоны поделен, там нарушится, собственно, нарушится разумное зонирование фарка, естественное зонирование. Ну, вот, выстроена масса объектов, закрытых, я так понимаю, что большая часть объектов будут платные. То есть, платные остаются открытые детские спортивные площадки. И все. А что вы думаете по поводу той системы освещения, которая планируется в парке? Ну, у нас будет парк, как китайская емкошная игрушка, горит здесь очень ярко, потому что там масса систем освещения планируется, и архитектурная подсветка, и прожекторное освещение, и на столбах освещение, потому что там очень много освещения. Как это может сказаться на экосистему парка? Кто-то хотел там видеть белочек, ежиков? Ну, например, у нас на экосистему всем глубоко наплевать, начнем с этого. Вот. Если в Европе, в парках вообще оказывается это освещение уже много лет, чтобы не нарушать жизнь обитателей, да, тех же белочек, птичек и так далее, то мы наконец дошли к тому, что, боже мой, у нас зрелище, какая красота. Да, у нас здесь душа такой разлюляет, такая веселуха, вот у нас уже гребель подсветили разными цветами, всем очень понравилось, всем прям радуются, хлопают в ладоши, ничего, что там погибло несколько деревьев, в которых, когда прорубали траншей, подосмещение, подрубили корни, вот, там погибла, ну, там всего одна траншейка была, не глубокая, 60 сантиметров. Здесь траншей, ну, километров 40, наверное, а парк 3 километра с половиной, напомню, вот, по длиннее, а по ширине, ну, вот, например, в том конце он, по ширине, наверное, метров 20, вот, соответственно, парк будет освещен, иллюминирован, будет весело, народ у нас любит зрелища, хлеба не осталось, но зрелища тогда бы будет. Чему-то порадует себя. Спасибо. Несмотря на первый снег, который выпал сегодня вечером в Нижнем Новгороде, активисты и жители района снова вышли в живую цепочку, встали по бордюрчику на противоположной стороне, парк скрыт темнотой и баннером. На той стороне активисты стоят на противоположной, на проспекте Гагарина, уже традиционно по вторникам. Несмотря на погоду, приходят сюда, махут фонариками, как сказалось сейчас представитель попечительского парка Швейцария. Пытаются привлечь внимание и чиновников, и горожан к проблеме. Цепочку патрулируют полицейские, только что проехала автозак в ту сторону. Наверное, скоро проедет вот это. За все это время, цепочки проводятся уже четвертый месяц, максимальное количество участников было 200 человек. Ну, может быть, для того, чтобы получилось что-то существенное, нужно сложить каждую цепочку. 14 цепочек, по столу 150 человек, на одной даже 200. Получится вполне себе серьезная акция. Мирные акции. Очень острому, больному для Нижнего Новгорода вопросу. Да, у нас выпал снег под вечер. Два часа, когда был общественный рейд по благоустройству в парке Швейцарии, снега не было. Был дождь, ветер. А вечером первый снег в Нижнем Новгороде выпал. Традиционно цепочка началась в 7 часов в Нижнем Новгороде. Люди стоят час, машут фонариками. На той стороне две машины полицейских следят за порядком. Музыка 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 Продолжение следует... До сих пор мимо проезжающие машины останавливаются, спрашивают у стоящих в цепочке, что вы здесь стоите, что произошло. В Нижний Новгород не такой уж большой город. Казалось бы, скандал вокруг парка Швейцарии. Насколько большой, что про него знает каждый первый, но оказывается нет. Самоотверженно выходят активисты на мирную акцию «Честный вторник. Защита парка Швейцария». Продолжение следует... Продолжение следует... Юля, давай Василевичу привет передадим. Михаилу Василевичу пламенный привет. Все говнюки, которые состряпали его поганое дело, чтобы в аду горелось долго и малоприятно. Мы с тобой... Только что был первый вам привет Михаилу Василевичу. Громкое дело. Ирина Славина проходила по нему свидетельницей. У нее и еще у пяти человек были в начале октября проведены обыски. Ясилевич обвиняется в содействии, в сотрудничестве с нежелательной для Российской Федерации организацией «Открытая Россия». Но цепочка живая. Она про парк Швейцария. Те люди, которые сегодня сюда пришли, они обеспокоены судьбой парка. Здравствуйте. Они хотят сохранить, прежде всего, его реакционную функцию. Они боятся того, что те объекты, которые сейчас там могут быть возведены, все-таки капитального характера. Они уничтожены, повредят экосистеме. А через два года, через год, время покажет. Будут либо заброшены, либо превращены во что-то другое. Сегодня был проведен общественный рейд. Котиватика вела прямую трансляцию. Вопросы обсуждали с представителем, застройщиком. Но какого-то консенсуса достигнута не было. Здравствуйте. Что это вы делаете этим вечером? Махаете фонариком. Я сегодня опоздала. Потому что мы сегодня немножко намерзлись в парке. Это правда. Одна забавная бабушка тоже пролезла с вами на рейд по фамилии Симкина. Она обнаружилась у зоопарка. Она, кажется, ехала в автобусе, увидела, что там пока какая-то антивальтерализованная стучка. И она тоже при Симе зарешилась. Ну, как... Настоящий попечитель. Ну да, стихийный такой. Она очень трогательная была. Она говорит, что ей не отказали. Да, одели жилет и пропустили. Да, хотя ситуация... Да, бабушка была готова... Не знаю, мне только прям... Блин, это было так трогательно. Но она честно прошла до конца. Вместе с активистами и членами попечительского совета. Варьяна, а как вы относитесь вот к этой спорной проблеме с инводромом, который сегодня такую дискуссию вызвал? Ну, ты знаешь, я в полной мере не участвовала непосредственно, да, вот в кругу. Ну, мы там отдельно чего-то обсуждали в этот момент с Анастасией, с Татьяной. Ну, просто я уже сто раз говорила, для инвалидов у нас много труда. Угу. Не надо там особенных каких-то инвалидов. Мы все немножко особенные, правда. Вот, поэтому я считаю, для жителей, кто вот рядышком, не надо там, чтобы из другого года, где там гордые инвалиды заезжали. Ну, вроде как, понимаешь, вот я живьем посмотрела, вроде как это здание такое невысокое сравнительное получается, да? То есть оно не будет вот так прям, наверное, мешать. Ну, просто вот назначение инвалидов, какой-то прям, ну, мягко говоря, странно. Ну, да. Центр социальных репетаций. И уже слово инвалидов, кстати, не исходит. Угу. Безусловно. Ура! У меня все в голове, знаешь, вот именно коммуникации, вот культура, отношения, вот больше вот этого. Ну, как сейчас просто вот с Даниилом разруливали вот именно, что вот общественный, попечительский, что в какой-то такой баланс-небаланс, ну, чтобы попечительский был услышан, то есть как-то сегодня очень интересно с утра это сложилось. И на фоне этой эпопеи у меня прям, вот я говорю, на сердце отлегло после этого рейса осталось. Угу. Сейчас вот 28 участков в сарае в Прёхском районе должны быть снятины. В том числе вот кирпичные у нас, вот которые 500 квадратных метров занимают на нашем дворе. Вот, и тут столько людей тоже уже, ну, в три подписи мы уже собирали. Угу. Ну, то есть именно что надо выборочно подходить. И не тогда, когда вот люди вот приехали, в даче заложили свои пожитки, да, свои соленья, да, и вот сейчас вот ты давай убирайся отсюда, да, и по опыту показывают, что вот у других сносили, раскопали, грязь оставили, и у нас тут деревянные эти сарай-то, да? У нас кирпичи, кирпичи. А, кирпичи. И сейчас убираются подписи, чтобы их оставили в покое, не сносили, да? Ну, по крайней мере, жители должны все-таки в этом участвовать, и вот мы решили, что мы соберемся и подумаем, а смогли ли мы сами его отремонтировать. Если мы садимся на том, что мы сможем отремонтировать, то мы тогда будем подавать суд на отмену госзакупок, потому что уже подрядчиков успели определить. Как быстро все. Да. Нас вообще тут все раскопали. 14 июня весь бульвар раскопали. Такая разруха полная. Парк закрыли, в общем. Труба. А скажи, какой парк, как он называется? Парк? Бульвар тут он. Бульвар вот от райсовета, то есть, ну да, от райсовета. Ну, тоже это в Прилокском районе. Да, электрона. Угу. 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 Хорошо, спасибо. Пройдусь еще раз по цепочке. Я думаю, что жизнь веселая такая. Паручки. Нижний Новгород со страшной силой готовится отмечать 800-летие, с чем связано очень много проектов по благоустройству, которые сейчас проводятся в Нижнем Новгороде. И вот-вот готовы проводиться. Парк Швейцария один из самых крупных объектов в этом списке. Марианна сейчас рассказала про снос хозяйственных построек, сараев, которые обрушилась на местных жителей, как первый снег, потому что очень многие сделали заготовки. Такого местного характера проблема, но проблема, которая требует высказать мнение от общественности. Сегодня, когда днем проводился общественный рейд по парку Швейцарии от одной из представительниц администрации, была услышана такая фраза, что эти общественные рейд по парку Швейцарии, общественники не хотят строить диалог. Такая показательная фраза, потому что как раз общественники думают, что они хотят строить диалог, и эта цепочка, которая здесь на проспекте Гагарина стоит каждый вторник, прямое этому подтверждение. Так что всем кажется и с той, и с другой стороны, и со стороны активистов, и со стороны представителей администрации, что диалог строится очень сложно. Почему так кажется? Вот вопрос. Ну, результаты, так или иначе, все равно есть. Например, в проект благоустройства парка Швейцарии внесено изменение. Ранее предполагалось строить в середине парка зимний сад. Сейчас удалось убедить, что это строительство не выгодно никак для экосистемы парка, не для города, потому что это очень дорогое сооружение. Зимний сад нужно как-то отапливать, поддерживать в нем определенную температуру, необходимую для здорового роста растений. И от этой идеи отказались. Не отказались от инвадрома, центра реабилитации социальной, от читалин, от безумно дорогих туалетов. Ну, сейчас подошло больше людей и в цепочке, наверное, человек пятьдесят стоит. Но обычно она выстраивается от установки медицинской до Сурикова. Сейчас хвостик покороче. Несмотря на ухудшуюся погоду, снег, туман, люди все равно стоят, они все равно пришли. Ведущего трансляции зовут Активатика. Это вторая прямая трансляция. Из Нижнего Новгорода. Днем было включение общественного рейда, который шел более двух часов по территории парка. Экскурсию проводил представитель со стройщиком. Несмотря на все нарушения, которые выявляет общественный контроль, стройка продолжается. Готовятся площадки под здания, ларьки, павильоны, читальни, инводром. Весь парк распахан и готов покрыться сетью коммуникаций. Траншеи, которые прорываются без соблюдения регионального законодательства. Корни не обрабатываются, насколько это фиксируется. С защитниками парка, членами учительского совета. Оставляем на прежнем месте или переносим. Переносим. Например, можно перейти на покупку, на опрос. А что вы делаете? А что вы делаете? Опрос. Опрос? Я веду прямые трансляции на Активатики. Можем с вас тоже взять. Конечно. Давайте я вас тоже опрашиваю. Вы как считаете? Я просто под номерами буду делать. Я ничего не записываю. Никого. Я как считаю? Мои личное мнение? Прекрасная идея. Сижевые цепочки. Насколько погода разрешит. Так что ставьте плюсик. На прежнем месте, да? А где еще какие-то есть варианты? Это ваше предложение. Какие вы считаете? Ага. Где нет предложений? Нет предложений, да? На цепочке хорошее дело такое. Мирные акции отличные. Ладно. Хорошо. Спасибо. В Нижнем Новгороде проходит 14-я цепочка защиты парка Швейцария. Парк сейчас скрыт баннерами и темнотой. Припорошен первым снегом. А через дорогу сегодня собрались неравнодушные жители района, активисты, члены попутительского совета, чтобы вновь помахать фонариками, обсудить проблему, связанную с парком, обсудить, насколько результативным был сегодня общественный рейд. Цепочка значительно выросла с начала акции. Здравствуйте, как вы думаете, сколько сегодня людей собралось? Не знаю. Мне кажется, по крайней мере, не меньше, чем обычно, несмотря на погоду. В районе сотни, наверное. Да, достаточно здорово людей, несмотря на снег. Это прям здорово. Вот там вот по цепочке идет женщина с опросным листом. Социальный опрос такой проводит. Хотите ли вы, чтобы эта цепочка была последней? Или хотите продолжения? Хотим продолжения. Или хотите продолжения в другом месте? Мы готовы продолжения, да. Я думаю, что постоять, ну, там, минут сорок каждый из нас сможет, не замерзнушь. А что-то этим мы сигнализируем к нашим людям, к власти, которые не хотят нас никак услышать. Спасибо. Спасибо. Прямая трансляция из города Нижнего Новгорода. На активатике. Мирная акция. Цель которой привлечь внимание жителей города. Рассказать о проблеме им. Проблеме, связанной с парком в Швейцарии. Проект благоустройства не впечатлил активных жителей с самого начала. Было три общественных обсуждения. Сегодня тоже посвящал такой вопрос. Первое общественное обсуждение состоялось в ноябре 2019 года. Можно сказать, фактически год назад. Два других общественных открытых обсуждений, публичных, на которые мог присутствовать каждый житель города, были в начале 2020 года. Несмотря на то, что общественный контроль, который проводят защитники парка, жители Преокского района, выявляют массу нарушений, застройка парка продолжается. Конечно, официально. Да, просто люди предполагаются, предполагаются. Вот, извините, там поедут. А это на службе и где? И за это еще и за платка. Понятно, что. Нижний Новгород во многих своих районах сейчас похож на стройку. Парк Швейцария – это один из крупнейших объектов. Самый крупный парк по Волжью, который сейчас закрыт для посещения. В нем прокладываются различные коммуникации. Кое-где разобраны уже оградам, которые вставляют саму историческую ценность. Разобрана, как мы сегодня видели, дорога из клинкерного кирпича. Такой особый твердый кирпич, положенный в начале века. Активатика ведет прямую трансляцию из нижнего Новгорода. Активатика ведет. Если ты вот так вот куда-то уходишь в сторону, они тебя начинают спрессовать, за тобой ходить. Вот так вот прямо заходить и тебе ничего не показывать. Ну да, это вообще до смешного. Ну и понятно, что Федор, да, Федор его звали нашего там сегодняшнего провожатого. Федор Васильевич. Федор Васильевич. Федор. А, Федор. Федор Васильевич. Федор, понятно. Как все хорошо, прекрасно, все правильно. Да, все правильно, все согласованно, ну и так далее, и так далее. Ну, мне не только с сегодняшнего похода, мне уже давно, в общем-то, ясно, что основной оппонент не проектировщик. Я уверена, что они могут и делать хорошо, и проектировать так, как надо, когда у них есть соответствующие на этот заказ. То есть они делают кроме того, что им заказали. То есть дело, конечно, не в проектировщике, а в нашей администрации. А вот то, что в администрации никто и никогда не скажет, кто ответственный, это да. То, что они нас даже постоянно на проектировщиков, никто же из администрации с нами ни разу не встретился, они постоянно впихивают эти общения на проектировщиков. С сиропщиков, да, да, да. А те бедные тоже. Ну и не кислин так и не встретился хозяйки там. Не-не-не-не. Второй раз. И не встретился. Да. Не говоря уже, никто и не пытается его никаким, да. Поэтому, да, похоже, он будет отборщик. А в реставрации что-нибудь говорили, они как планировали? Ну, я смотрю, они просто прям спиливать начали. Они снимают решетку, да. Причем как-то вот так, как... Там пускай не сняли, тут где-то прямо на месте стали делать. Да. Они сейчас прямо на месте какие-то пуски снимают, какие-то оставляют. То есть, ты прямо идешь, смотришь, кусок, ну, прям старый. Потом раз, кусок свежко окрашенный. Я логику тоже не понимаю. Спрошу, почему нельзя было ограду. И мотивы с этой стороны, а не стой, да, все-таки. Здесь техники легче подъехать. Как-то. Ну, очень мое ответа не такого разумительного, кроме того, что да, да, ну, все вручную, все вручную, все там аккуратно. Ну, вроде как, когда надо, снимают пуски ограды вот этой. И съезжают, не знаю. А иногда пуски ограды просто падают. Да, иногда, да. Как в администрации городского района там лег, по-моему, кусок персинетов, он вот так не поменяется. Он так и лежит. Понятно. А с той стороны, я тоже не... Ну, в какой-то момент, ну, неделю три, наверное, что случилось, они убрали баннер. Ого! Я тоже хотел спросить. Не спрашивали, нет? Что они вдруг сюда не доперлили? Нет, нет, не знаю. Не спрашивали. Но баннера там нет, да. А что-то совсем был такой. А я поняла, почему. Вот я сейчас там прям смею, типа, он парусность создает. А они улетают. Они улетают и падают. Он создает парусность. Они его убрали. Точно. А что за баннер такой был? А вот такой же баннер. Там с той стороны ограда. С той стороны реки, да? С той стороны откоса тоже это ограда и вот такой же баннер. Вот 800. Угу. Больше чем праздник. Да, да, праздник. В читальне в каждом доме. Да, 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 да. Вот. Вот теперь понимаем.